Привет всем энтузиастам альтернативной энергетики! Сегодня мы рассмотрим конструкцию ветряка и разберем, как он устроен. В ветре заключена большая мощь, и ветряная турбина преобразует эту мощь в электричество. К сожалению, энергию ветра невозможно преобразовать в электричество за один прием. Но гениальность ветряка заключается в том, что он использует оба этих принципа. Ветер вращает лопасти, а движущиеся лопасти производят электричество. Благодаря своим аэродинамическим особенностям, лопасти максимально эффективно используют силу ветра для своего вращения. Внутри турбины электромагнитная система преобразует эту мощь в электричество, которое запасается в аккумуляторной батарее или передается непосредственно в сеть. Чем быстрее вращаются лопасти, тем больше энергии производится. Но прежде всего необходимо привести лопасти в движение, и для этого нам понадобится постоянный и сильный воздушный поток. Аэродинамические характеристики стеклопластиковых лопастей позволяют ему максимально эффективно использовать силу ветра. Одна поверхность лопасти закруглена, а вторая относительно плоская. Огибая закругленную сторону, воздушный поток ускоряется, создавая карман пониженного давления, который и увлекает лопасть за собой. Все лопасти турбины к рабочему валу крепятся через хаб. Для лучшей обтекаемости винта, хаб прикрывается обтекателем, который выполнен из того же материала, что и лопасти. При вращении лопасти поворачивают ось, которая соединена с ротором внутри генератора. 12 маленьких магнитов, закрепленных вокруг ротора, вращаются внутри статора, состоящего из медных катушек. Эти магниты, сплавнее Дима, несмотря на небольшие размеры, они очень мощные. На самом деле, это одни из самых мощных магнитов в мире, и турбина использует эту мощь, чтобы преобразовать энергию вращения в электричество. Вращаясь внутри статора, магниты создают движущееся магнитное поле. И подчиняясь закону электромагнетизма, электроны в катушках также приходят в движение. Движение этих электронов создает переменный ток, который такой же, как и в обычной электросети. Переменный ток легко производить и распространять, но невозможно аккумулировать в батареях. Для этого его необходимо преобразовать в постоянный. Эту работу выполняет диодный мост внутри турбины. Чаще всего используется диодная сборка, именуемая мостом Лорионова. При ветре в 4 метра в секунду турбина может производить 500 Вт электрической мощности. На первый взгляд это немного, но мощность можно увеличить, аккумулируя и запасая энергию в батарее. Устройство управления зарядом контролирует батарею и останавливает вращение лопастей, когда она полностью заряжена, и запускает их снова, когда потребуется зарядка, поддерживая батарею на оптимальном уровне. Чем сильнее ветер, тем больше энергии он может произвести. Но если ветер слишком сильный, он может вывести турбину из строя. Поэтому турбина снабжена тормозной системой, которая также использует принципы электромагнетизма. Эта тормозная система, создавая короткие замыкания, создает сильный ток в катушках, которые замедляют или полностью останавливают вращение ветроколеса. Создавая короткое замыкание, индуцируется сильный ток в катушках, возникающая в результате этого противодействующая сила в магнитном поле, действует как тормозная система, замедляя или полностью останавливая вращение ротора. Электромагнитная цепь в турбине контролирует электромагнитное торможение, скорость ветра и вращение лопастей И при скорости ветра 15 метров в секунду тормоза автоматически замедляют вращение ротора А при достижении 25 метров в секунду движение лопастей останавливается Для большей надежности ветротурбина снабжена механической защитой от буревых ветров При превышении определенного давления на плоскость винта вся ветротурбина смещается в сторону, уводя ветроколесо из-под ветра А это возможно благодаря тому, что поворотный узел размещен не точно по центру оси вращения основного вала Поворотный узел один из наиважнейших механизмов турбины Неся на себе весь весь ветряка и выдерживая колоссальные нагрузки Он позволяет лопастям следовать за ветром независимо от того, с какой стороны он дует А благодаря щеткам и токопроводящему медному кольцу Произведенная электрическая энергия передается к батарее или в электросеть Установка или возврат лопастей в рабочее положение производится благодаря поворотному узлу Этот узел, как флюгер, точно повторяет направление ветра Все части турбины сконструированы так, чтобы максимально эффективно использовать энергию ветра Пока ветер дует, лопасти вращаются и турбина вырабатывает электричество Совершая двойное преобразование, турбина производит электричество из обычного ветра Ветер преобразуется в движение, движение преобразуется в электричество И обычная старая ветряная мельница превращается в маленькую электростанцию Продолжение следует... Продолжение следует...